Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Привет, Ангелы!» С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы! Мы с вами продолжаем читать беседу преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Матавьевым, который называется «Цель христианской жизни». То есть что же главное в христианской жизни? И вы уже все знаете, мы уже сто раз это всё повторили, что главная цель – стяжание Духа Святого. И мы с вами дошли до того, через какие средства стяжается Дух Святой. Мы прошли в нескольких беседах, как проявляется Дух Святой в человеке, что он чувствует, когда на него сходит благодать. И в предыдущей беседе было сказано, что все пять чувств человеческих, если человек вот такой здоровый, полноценный, должны почувствовать схождение благодати и выразиться в нём теплом, внутренним теплом и радостью, и спокойствием. И эти люди становятся спокойны и радостны, у них в доме тепло. Мы их называем светлые люди, тёплые люди, но называют те, кто тоже находится в определённой благодати. Вот ведь в чём таинство. Почему, оказывается, одни одного человека считают светлым, добрым, тёплым, а другие нет? А потому что одни могут почувствовать в нём вот этот свет, тепло и радость, которая из этого человека с благодатью Божией идёт. Он раздаёт таким образом полученную благодать, а другие нет. Почему у одних дом полный, как говорится, гостей, а у других может дом быть полная чаша, а гостей у них никогда в этом доме не бывает. Мне-то сложно было понять, как это дом без гостей и как это не принимает, поскольку у меня папа был, ну, одна из профессий у него или из его возможностей была гармонист, баянист, и он на свадьбах, на каких-то юбилеях, тогда же не было музыки электронной, играл всё время. И я вот такой с младенчества, помню, как меня ещё в этой плетёной самках, в плетёных санках, у меня и плетёная была даже коляска, тоже старинная такая коляска, потом сменили её на тяжёлую такую, похожую на спутник, как считалось, коляску. Вот я с младенчества всё время думал, что нормальное состояние нормального дома это песни, танцы, радость, тепло, еда там и всё остальное. И промежутки жизни, когда нет этой радости, они, в общем-то, были всего лишь ожидания. А какое ожидание? Ну, почти каждое воскресенье, почти каждое это у отца была вот такая, как говорится, работа. Так вот, когда я вырос и понял, что нет, не каждый день, не каждую субботу, воскресенье такая радость, и не каждую субботу, воскресенье праздник, а есть ещё и какие-то другие, и начал ещё уже ходить самостоятельно, осознавая, где какие люди и какая у них атмосфера, а в домах и в квартирах, мне стало очень любопытно, что как так вот, у меня бабушки обе были такие гостеприимные, всегда у них всё тепло, вкусно, приятно. А в какую-то семью придёшь, а там вообще и не любят тебя, и у меня была интересная история, что я подружился мальчиком, а родители его думали, что я негодный человек. Его уговаривали со мной не дружить, потому что ни к чему хорошему я его не приведу. И представляете, несколько лет он забегал домой чего-то взять, я шёл с ним и оставался на лестничной площадке, так, на полуплощадке между этажами, дожидаться его. А его иногда звали, иди, перекуси там чего-то это. И он говорит, ну я пойду. Я говорю, ну пойдём, я тебя подожду. Вот я его на площадке ждал. И выглянет мать, которая открывает ему дверь, видит, что я стою на площадке, а меня не пускал. После всё-таки пустил. И казалось, хорошие люди-то. Просто они меня воспринимали, что я из другого двора, там одни у нас пропойцы и всё остальное, поэтому не надо, ещё украду чего-нибудь. Потом интересно, я вошёл в дом, он был мэром города, как теперь называют, ну тогда главой города называлось. Значит, Маслов Александр Дмитриевич, вот тёплый человек был, вот светлый человек был. И жена у него, тётя Тамара, мы её звали, ну такая была удивительная. Представляете, он был глава города, у него дома библиотека невероятная, у него какие-то, ну там, ковры, ещё что-то там такое, вот всё было. А в 14-15 лет мы дружили с его сыновьями и ходили к ним время от времени пить чай. И когда-то мы могли прийти, там тётя Тамара, она нальёт, значит, всё сразу только вошли, ой, мальчишки, и всё. И всех обязательно накормит, напоит, и всё остальное. А когда-то могли прийти, взять ключик под ковриком, сами отпереть у главы города, у мэра города, и сами начать пить чай. Хорошо, если с нами был один из сыновей. Вот. Он отпирал, он наливал. Там Володя или Генка, хорошие такие ребята были. Но несколько раз было так, что мы приходили, никого нет, мы сами всё это делали. Причём вот я сказал 14-15, нет, ещё раньше. 11-12, то есть вот такие, потому что один раз мы такое устроили бойню на подушках, там, я не знаю уж, как это получилось, что тётя Тамара вошла, а тут всё летает, и мы сумасшедшие. По кроватям прыгаем и так далее. Сами открыли. Вот. У неё было всё время для нас приготовлена банка варенья, которое мы сразу брали, её выпивали. Другое варенье нельзя было. Она нам специальные варенья варила из рябины. Ой, самое вкусное варенье, которое нет у бабушек моих, было вкуснее. Так вот, вдруг мне увиделось, где-то начиная с 11-12 лет, что разные, оказывается, есть семьи, разные дома, тебя по-разному принимают. Потом были у меня ещё друзья, где тоже разные ещё там, из начальников друзья, было принятие. Но самое интересное оказало, что я сейчас вот думаю... Нет, не буду на эту тему рассуждать, потому что мы с вами читаем беседу преподобного Серафима, с Николаем Александровичем Матавиловым. И мы закончили с вами чтение всех качеств или всех свойств Духа Святаго. Всесвятаго Духа Божьего, которые все пять чувств человека охватывают, когда он их чувствует, но духовных чувств. То есть вот тот свет, запах, тепло, которые при схождении Духа Святаго на вас происходят, только тогда, когда вы можете это чувствовать, когда вы сами духовно находитесь в этой среде. То есть в том мире. В этом мире все могут, ну, тоже не все всё могут чувствовать, а вот в том мир переходя, вы уже начинаете чувствовать вот эти духовные качества Духа Святаго. И поэтому мы с вами не можем сказать, что он вообще не ощущаем никак. То есть вот в беседе батюшка Серафим говорит, что все пять чувств могут его почувствовать. Можно его почувствовать. И читаем дальше, что же с этим делать. Будете ли вы помнить это ваше боголюбие? Я отвечал, не знаю, батюшка. Я думаю, трудно будет упомнить в точности такое великое чудо Божие, соделанное теперь на мне грешном. Да, ваше боголюбие, теперь и к нам убогим относятся слова Христова. Мнози пророции, цари, восхотеша, видите, я же вы видите и слышите, я же вы слышите и невозмогуша. Авраам, видя день мой, и возрадовался. То есть, относятся слова Лука, 10 глава, 24 страфа, о том, что многие цари, многие хотели бы такое вот ощутить, но немногие это ощущают. И мы видели теперь день Божий и не можем не радоваться дню этому великому и просвещенному истинною божественной радостью, потому что у нас было слово Христово, сутнецы от здесь стоящих, и же не имут вкусите смерти, донди же видят Царство Божие. То есть, некоторые, еще не умерев, могут видеть Царство Божие. Это тоже вот то, что оспаривается некоторыми, что как так можно говорить, я в какой-то из бесед сказал, что некоторые уже живут в Царстве Божьем, еще не, потому что у нас есть еще, что от смерти переходит живот, то есть, при смерти они не умирают смертью, то есть, они здесь уже жили в Царстве Божьем, переходят в то Царство Божие, где уже невещественное Царство Божие переходит. Так вот, опять повторяется именно это, что некоторые здесь ощущают Царство Божие, еще смерти не имея, пришедшие в силе, то есть, это Лука 9, 27, то есть, в полной силе приходит это, то есть, в полных качествах приходит это Царствие Божие людям просвещенным, духовным, и я думаю, такие, как тот же батюшка Серафим Саровский, батюшка Наум, вот которых я знаю, там, еще я знаю несколько человек, которые, они жили в этом Царстве и живут, и живут. Я бы хотел утверждать, что многие достаточно живут, где-то не обязательно там священство или еще что-то, священство, наоборот, меня очень сильно разочаровывает, как оно гнобит тех, кто в Царстве Божьем живет, но это тоже все законно, все так и должно быть, вспомните, какую славу и было сиян Господь наш Иисус Христос на Фаворе. Вспомнили, на Фаворе светился Господь, и кто? И апостоли его видели и ощущали. И так они его ощущали. Моисей и Илья беседовали с ним, учинить его от неизреченной радости и не ведая, что глаголище сказал, «Добро нам, Господи, здесь быти, сотворим здесь сени три, тебе единого и Моисееве и Ильи единого». То есть, они увидели, как на горе Фавор Илья и Моисей пришли к Христу и беседовали. Они беседовали о будущем мире и им Господь тоже, как и апостолам, давал заветы, которые они до сих пор соблюдают, помогают нам всем. Все святые помогают. Некоторые говорят, «Ну, это такое видение, картинка, зачем там Илья? А как? Вот они и были, они же святые». Он их призвал на горе Фавор, учеников своих показал и дал попекать этих учеников. И всем остальным дает точно так же попекать, как у вас есть попечители, ваши ангелы и святые. Все, кому вы молитесь или кого вы любите из святых, все помогают вам. У них такая обязанность. Вот про что и апостол святой сказал, «Не сьбо царство и божие брашно и питье, но правда и мир и радость одусь и святим». Римлянам 14.17 «Не брашно и питье», то есть не еда, ну в общем не вещественный мир Царствия Божьего, а правда и мир и радость в Дусе. Правда это жизнь в заповедях Божьих. То есть все живет по правде, то есть все живет в законе. Правда называется, ну это вообще имя Бога и в общем-то это имя закона Божьего. То есть вот растет у меня здесь и очень хорошо пахнет мята по правде Божьей. То есть она выполняет, что нужно сделать, ей закон этот дан, и она его выполняет. так вот, жизнь в Царстве Небесном уже здесь начинается у тех, кто в правде, мире и радости проживает. вот и все. Те, кто вам говорит нет, надо всех врагов победить, надо они против батюшки Серафима и его высказывания идут. Вот это именно и есть та самая правда, которую мы на себе теперь явственно испытываем, потому что не во сне и не в привидении и не в преступлении болезненном ума человеческого, но в свежей памяти, в твердом уме и в непоколебимых чувствах все то испытываем, наслаждаясь радостью и миром одусе себя тем, подающим нам это богатство. Вот здесь мы с вами по существу слышим, что все наши чувства просто нужно воспитывать до совершенства. Не только ум там или душа воспитываются до совершенства, а все чувства воспитываются до какого совершенства? До видения Царства Божия, до видения вот этого света, тепла, запаха и состояния в этом мире и радости, которые при этом у человека наступают. То есть он как бы второй мир видит. Я иногда когда увидел тепловизор они ну может они и давно были изобретены, но так в общем хождение их не было никогда. Но я когда увидел первый раз тепловизор, мне дали в него посмотреть, я так удивился, что оказывается мир может выглядеть по-другому. Вроде все тоже, а не тоже. А когда я начал изучать, как незрячий например видит мир, это же вообще удивительно. То есть у них там нюх намного острее нашего, они за несколько метров могут человека почувствовать. У них слух совершенно другой. Я как-то вам рассказывал, там у меня есть ролики, тефлофильмы, где я рассказываю про общество незрячих в Москве и вообще как они ощущают этот мир. Однажды поразил он меня, когда я только собирался снимать, не снимать, значит, мой знакомый незрячий, мы с ним договорились встретиться на юго-западном метро и шел дождик маленький. Я приехал раньше и там есть большой такой торговый центр и это если из центра ехать, выйти в переднюю дверь и направо большой центр торговый и я встал под крышу там она чтобы не капало на меня стал его ожидать а он вышел не в общем чуть дальше там два выхода один ближе к кольцевой дороге другой ближе к центру даже у первого вот он вышел тот который ближе к центру и от меня получалось метров сто наверное до него я конечно быстренько побежал ну а народу много они шумят они тут бегут они тут еще и маленечко с зонтиками я думаю добегу до какого-то момента где его крикну и вдруг он когда вышел поворачивается ко мне нет он постоял так чуть-чуть крутанулся поворачивается ко мне и идет ко мне навстречу прямо вот быстро идет я к нему подбежал и говорю и он мне говорит не спеши не спеши отец Михаил все все хорошо все нормально я его сразу везти туда где нет дождя мы с ним в центре там сидели в кафе сидели но я так удивился говорю а почему ты ко мне повернулся он говорит так я услышал как он говорит что ты здесь находишься я говорю а как ты услышал он говорит я не знаю вот я просто услышал что ты и это было так сейчас я посмотрю расстояние ну получается метров пятьдесят пятьдесят шестьдесят вот на таком расстоянии он уже повернулся меня уже почувствовал как он говорит я не знаю он не знает но ведь это и есть вот те особые тонкие чувства которые заложены в каждом из нас вот ослепни вы в молодости кстати у него так и произошло он сначала зрячий был потом ослеп и вот эти чувства в вас могут воспитаться они могут обостриться а на самом деле у духовного человека они все обостряются и плюс он переходит в состояние где и сам может перемещаться своей душой своей духом туда куда хочется и видеть и слышать как батюшка Серафим прочитал десять тысяч книг хотя я не слышал что он в эти библиотеки ходил вот значит он их читал духом то есть он где-то их поэтому но в таком благодатном состоянии вот очень важные слова вот слушайте но в таком благодатном состоянии и я убогий Серафим не всегда бывал и только изред испытывал это же самое то есть на самом деле оказывается редко кто в такое состояние которое мы только что прочитали попадает то есть только уж особые люди и я думаю что даже особо избранные люди и многие святые угодники божьи целый век в пустынях жившие и даже не тлений мощей своих удостоившиеся того не испытывали я когда прочитал эту фразу у меня такое облегчение было я думаю боже мой какой же я убогий вот тут так хорошо описано молодой мотовилов все это чувствует а я тут молюсь я тут стараюсь и у меня в жизни только несколько раз были какие-то такие вот явления яркие и приятные к этому относящиеся и дойдя до этой фразы я вдруг увидел а и не обязательно что даже пустынники которые даже не тление своих мощей приобрели и их теперь считают святыми и мощи считают святыми не все испытывали это вот в такой полноценности как Господь повелел теперь мне сказать вам то есть это он говорит не от себя батюшка серафим а как Господь повелел специально выделяет что не я тебе это говорю а Господь то есть это новые части Евангелия что не все вы достигнете и не все получите ощутимо слышать благодать Духа Святого чтобы не отчаивались я думаю а то многие так начинают почувствуют что-то придут в храм первые причастия для них вот они летают вот у них а потом нету 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 да еще какие-то несчастья нападают и они отходят от храма потому что думали что сразу станут святыми благодатными и летать будут как ангелы а оказывается нет ну ну не всем как же вам не помнить этого это батюшка про то что как же события вот это вам не помнить которые только что у нас прошло будете всегда и твердо помнить ибо это не для меня а для вас Господь изволил явить нам обоим для того чтобы вы сами по своему собственному опыту знали как люди Божии бывают в полноте Духа Божьего ибо это самая крайняя его полнота то есть он показал крайнюю полноту я думаю что не совсем здесь мы все видим как крайнюю полноту потому что Господь Иисус Христос показал еще более высокие качества человека не только возможность проходить сквозь стены хождение по воде слышание видения всех людей и все остальное вот здесь видимо эти качества батюшка Севрофим уже как сами собой разумеющиеся подразумевают уже Николай Мотовилов мог слышать о них от тех святых которые в это время почитались у нас вон был Симон Юревецкий например святой в Юревце он через Волгу по воде ходил и люди это видели вот ну в общем он ему говорит не об известных качествах которые к этому времени уже понимались как определенная святость в том числе видите и нетленность мощей а открывает новые качества которые тоже надо осознать как необходимое участие благодати Божией или соучастие или даже общение благодати Божией с нами как запах свет теплота в Евангелии кстати об этом практически ничего не сказано практически только у святых отцов а здесь так вообще вот очень обострено именно это как же вам не помнить этого будете всегда и твердо помнить ибо это не для меня для вас Господь изволил явить нам обоим для того чтобы вы сами по своему собственному опыту знали как люди Божьи бывают в полноте Духа Божьего ибо это та самая крайняя его полнота и в таком состоянии долго и пробыть нельзя вот например если бы нам убогим даровал Господь пробыть хоть сутки в таком состоянии то мы бы не вынесли этого и бренной плоти нашей союза разорвались бы и нас бы постигла хотя и радостная и богодатная но все таки смерть потому что мы от этой нашей радости еще в больший духовный восторг пришли бы ни пищи ни питья более уже никакого принимать не могли бы и расплывшись от внутренней сладости лишились бы жизни временной потому что в теперешнем падшем состоянии нашим плоть плодь не может долго выдержать подобной силы наития духа божьего и когда вы видите человек который утверждает что он духовный он весь в благодати и он презирает вас за то что вы не в благодати знайте что если бы он был в благодати он бы умер он не выжил вот настолько интересно через то что мы читаем смотреть на окружающую нас с вами так называемую духовность где признаки духовности в каких-то совершенно не имеющих отношения к духу божьему вещах проявляются и очень часто проявляются в таком строгом поведении вот этого супер верующего который любого готов принизить если он не знает изречений каких-то святых отцов или наизусть не знает евангелий которые оказывается никакого отношения к духу то не имеют эти качества они пытаются их демонстрировать они не имеют никакого отношения к духу святому а раз не имеют отношения к духу святому оно и к церкви не имеет отношения оно и к религии не имеет отношения поэтому-то и называет в большой степени то что мы с вами видим как подражание имитация это же отец серафим говорит что имитация подражание а не настоящая не настоящий дух не настоящая церковь не настоящие духовные лица мы их видим вот помнить же это вы будете твердые навсегда но быть в таком положении всегда невозможно а если хоть и сколько-нибудь подобное будете ощущать в себе то знайте радость моя что вы в духе божьем вот это тоже великая фраза вот еще раз вам ее перечитаю чтобы вы ее просто усвоили а если хоть и сколько нибудь подобное будете ощущать в себе то знайте радость моя что вы в духе божьем в духе божьем хоть сколько нибудь и вот это нас с вами очень сильно утешает потому что я уверен что те кто верующие люди они так или иначе получают духа святаго для того чтобы вера в них укрепилась и созрела и у каждого из них есть хоть какое-то воспоминание о том что с ним произошло часто это чудом называют я книжечку как-то выпустил обыкновенные чудеса которая разошлась давно не выпускалась и у меня по-моему даже одного экземпляра ее не найдется но когда я эти чудеса собирал по-моему больше ста их собрал в книжечке конечно поменьше но мне было удивительно а как это разным людям дается разные какое-то событие или впечатление которое делает его верующим ну там например как один рассказывает прыгал с парашюта и у него парашют не раскрылся и он летит и понимает что он все больше не жилец и говорит вдруг вижу от земли в мою сторону двигается какая-то фигура и вот я когда уже увидел я увидел что это женщина и это смерть я понял что я лечу она вот так руки распахнула я лечу в объятии смерти рассказывает он и вдруг а у него запутались стропы один парашют не открылся он дернул второй открылся и запутались и вдруг у него раз и распутались стропы и один парашют начал его правильно спускать нет он сломал ноги то есть там не совсем все правильно но он говорит я когда спустился я был верующим человеком я уже знал что а и эта смерть она вот так летела летела я ее уже лицо увидел радостное что она все меня принимает смерть и вдруг раз у меня парашют я тормознул она стала падать и у нее лицо сразу такое стало неприязненное что нет пока не время там у меня были еще рассказы про такие чудеса так вот разными способами господь дает людям эту веру и укрепление в этой вере я не видел ни одного с одинаковыми вот такими чудесами на каждого есть свое чудо и при этом это и есть проявление благодати божией вот этими разными ощущениями чувствами господь нас призывает к себе и если у вас хоть в какой-то степени как здесь говорится было то значит это вас есть потому что дух святой не бывает неполноценный то есть дух святой всегда везде с и все исполняй и всегда полноценный это наше с вами неполноценные чувства которые не могут его воспринять вот и все вот и все то есть вон рыба живет в воде для нее прекрасный тот мир водяной она в воздухе считает что тут смерть живет птица вон в небе летает для нее небо это то где она живет если она в воду она там не выживет хотя она может быть и питается от воды на самом деле получается что вот переход наш в царствие небесное это во время нашей жизни это еще не обязательно житие в этом царстве мы можем в полноте этого житья не все во первых оказаться не все быть и некоторые только иногда бывает тот же батюшка Серафим говорит что у меня не часто это было то есть конечно когда к нему приходила Богородица 12 раз она приходила он наверное тоже был в это время в полноте Духа Святаго но он говорит если хоть что-то с вами было значит Дух Божий с вами значит он здесь значит вам надо развивать отношения с ним и свое чувство к нему направляя начинать его ощущать начинать жить этой жизнью вот так так что я гляжу как у нас купаются как у нас веселятся как все радостно визжат сегодня у нас предположили 34 я сегодня из этой воздушной среды постараюсь сходить и покупаться в водяной среде и почувствовать эту благодать поскольку она пронизывает весь наш мир и в воде и в воздухе весь Десы Дух Святой весь Десы и все исполняет все исполняет если мы умеем просить если умеем правильно общаться а вам здоровья приходите будем заканчивать тут у нас осталось 2 2 листочка буквально осталось чтобы это вот полтора листочка чтобы мы всю эту беседу с вами прошли и я думаю что мы кое-что из этого получили а может быть через несколько лет еще раз вернемся чтобы уже из опыта который здесь получен еще раз обсудить то что мы здесь с вами уже прочли так что здоровья вам всем радости чувств духовным пусть откроется ваше зрение оказывается нюх то есть ваш нос откроется ну и все остальные чувства для царствия небесного аминь и так как это как так это как так Продолжение следует...